Глава первая. Связь с Источником. Основы. Ваша жизнь меняется прямо сейчас. Крайен как всегда приветствует вас, дорогие. Мы с вами рядом сейчас и не только сейчас. На самом деле мы рядом всегда, потому что все мы с вами вместе – члены единой божественной семьи. Крайен, никогда не воплощавшиеся в качестве человека на земле, и вы, выбравшие этот прекрасный и героический путь проживать жизнь за жизнью в материальном мире, на самом деле едины, на самом деле неразделимы. Потому что все мы есть часть прекрасного божественного целого, великой энергии любви. И вы не можете перестать быть теми, кто вы есть, как бы глубоко не погружались материальность. Вы не можете потерять связь с Источником этой великой любви, потому что вы тоже часть этого Источника. Вы не можете потерять связь с могуществом и силой, с истиной и мудростью, принадлежащими Источнику. Вы можете забыть о том, что все это ваше. Но это не исчезает, не перестает быть вашим, даже когда вы забываете. И знаете, что происходит сейчас? Вы вспоминаете. Это значит, вы становитесь другими, новыми людьми. Это значит, меняется ваша жизнь прямо сейчас. Прошло время, когда вы думали, что ваша жизнь – хаос, нагромождение случайностей. Вы можете считать, что ваша жизнь именно такой и была. Знаете, почему она была такой? Потому что вы ее такой считали. Мир подчиняется вашим мыслям, убеждениям, представлениям о нем. Так проявляется ваше божественное могущество. Вы живете в том мире, который сами себе создаете своими мыслями, а еще своими намерениями. Это значит, мир поворачивается к вам той стороной, которую вы намереваетесь увидеть. Если вы намереваетесь увидеть хаос и череду случайностей, все это воплотится в вашей реальности. Если же вы захотите увидеть закономерности, скрытый порядок и высший смысл всего происходящего, мир повернется к вам своей гармоничной стороной. Той стороной, на которой живет Бог, на которой обитает и ваше собственное божественное Я, ваш дух неразрывно связанный с источником. Любовь или страх – ваш выбор? Краин, но разве не существует объективной реальности? Разве все, что с нами происходит, зависит от нас, и нет никаких внешних сил, которые влияют на нас и на то, как мы живем? Я слышу ваши вопросы, дорогие, и вот что я вам отвечу. Объективная реальность существует. Это реальность Бога. Это реальность любви. Все в мире есть энергия любви. Вот в чем состоит объективная реальность, и вот в чем состоит божественная истина. Все остальное, все, что не есть любовь, не есть объективная реальность. Вы догадываетесь, что живете в мире иллюзий? Что так называемая тьма нереальна? Что реален лишь свет Бога, свет, являющийся любовью? Планета Земля создана как игровая площадка и одновременно лаборатория для испытания энергии. Здесь созданы искусственные условия, где действуют энергии, противоположные свету и любви Бога, страх и тьма. Они не настоящие. Но вы этого не помните, пока живете на Земле. Для вас здесь все более, чем реально. Для чего это было сделано? Чтобы вы могли закалить энергии любви и света Бога в этих непростых условиях. Чтобы вы могли проверить их силу и сделать их еще сильнее и ярче. Ведь вы несете их себе. Вы пришли на Землю, чтобы принести сюда божественные энергии и просветлить Землю. Но для этого надо не сдаться тьме и страху, не дать им власти над собой. А они, эти ненастоящие иллюзорные энергии, пытаются захватить власть. И знаете почему? Потому что вы, опасаясь их по-настоящему, делаете их сильнее. И в этом тоже проявляется ваше могущество. Вы можете сделать любовь сильнее, но вы можете сделать и страх сильнее. Все зависит от того, что вы выбираете. Я говорю это для того, чтобы вы могли понять, является ли ваша жизнь светлой и гармоничной или темной и страшной, зависит не от каких-то объективных условий. Это зависит от того, какой выбор вы делаете. Вы выбираете вспомнить свою связь с источником любви или забыть о ней и поддаться страху. Заметьте, что вы делаете этот выбор не единожды и не дважды, вы делаете его буквально каждый миг. В каком состоянии вы находитесь прямо сейчас? Тревожны, напуганы, напряжены или умиротворены и жизнерадостны? Страх или любовь руководит вами? От чего это зависит? Можете ли вы это изменить? Когда вы в страхе и в различных его проявлениях, унынии, обиде, враждебности, нетерпении, тревоги, раздражении, вы теряете связь с источником. Невозможно быть одновременно в свете и во тьме, невозможно быть одновременно в страхе и в любви, вы всегда выбираете только одну сторону. Но позвольте вам напомнить, выбирая страх, вы выбираете иллюзорную реальность, то есть нечто ненастоящее, несуществующее, и тем самым отказываетесь от истинной реальности, реальности Бога, реальности любви. Ненастоящая реальность – это пустота, там нет никаких законов, а там, где нет законов, там действует хаос и череда случайностей. Вы понимаете, что происходит? Вы говорите, почему Бог мне не помогает? Почему у меня все не так, как надо? Почему меня никто не берет за руку и не ведет к свету? Потому что вы находитесь на противоположной стороне от Бога. Погружаясь в страх, вы оказываетесь в ненастоящей реальности, в которую Бог не может прийти за вами. Дайте Богу хоть один шанс, найдите в своей душе хоть один луч света, хоть один проблеск любви, направьте его Богу, и Бог протянет вам руку. И если вы захотите, чтобы Бог вытащил вас из тьмы, Он сделает это. Но важно, чтобы вы этого захотели и сделали первый шаг. Божественный источник всегда с вами, он никуда не исчезает, даже если вы забываете о нем и утрачиваете с ним связь. Но вы можете в любой момент вернуться к нему, и вы поймете, что Бог никогда не отворачивался от вас, Он просто ждал, когда вы повернетесь к нему. Восстанавливая связь с Божественным источником, вы оказываетесь на светлой стороне реальности, точнее в настоящей реальности, которая есть свет и любовь. Вы оказываетесь в той реальности, где действуют законы гармонии, где нет случайностей, а есть закономерности, где нет предопределенности, но есть сила творчества и созидания, где есть знание, как прийти к тому лучшему, чего вы достойны, где вы можете найти путеводную нить своей судьбы. Вам даны бесценные инструменты, не забывайте ими пользоваться. Вы пришли в мир человеком со свободной волей и с необходимой вам силой, которой достаточно, чтобы выбрать самый благоприятный путь и идти по нему. Вы пришли на землю, неся в самих себе связь с источником знаний и помощи на вашем пути. Но представьте себе, что вы забываете пользоваться этими бесценными инструментами. Вы похожи на туриста, который заблудился в лесу темной ночью, забыв, что у него в рюкзаке есть действующий навигатор и мощный фонарь, и не зная, что дорога, ведущая домой, проходит в нескольких метрах от него. Вспомните об этих инструментах. Преодолейте свое незнание и неверие. Подумайте о том, что мир, возможно, устроен иначе, чем вы думали раньше и чем вас учили в школе. Если вы были уверены в непогрешимости ваших прежних знаний, то попробуйте просто обратиться к себе и спросить. Это в самом деле так? Мир устроен так, как я всегда думал? Истина в том, что жизнь несправедлива, она нагромождение случайностей? Мы вынуждены жить в страхе, потому что не знаем и не можем узнать, что нас ждет завтра? Не думайте о том, кому вы обращаете вопросы, и не ищите логических обоснований тому, что вы делаете. Просто вслушайтесь, вчувствуйтесь в себя. И если вы не позволите логике и прежним привычкам в мышлении закрыть от себя истину, вы почувствуете, что внутри вас в самом деле есть источник, из которого может прийти знание, и ваши вопросы не уходят в пустоту. Они идут туда, откуда могут прийти ответы. И вы заметите, что ответы приходят. Они могут приходить разными путями. К вам они придут тем путем, который наиболее приемлем для вас. Если вы привыкли получать знания из книг и вам комфортен такой способ их получения, вы узнаете ответ из книги. Если вам привычно времяпрепровождение у телевизора, вы получите ответ из телепередачи. Если вы любите общаться и разговаривать с разными людьми, вы получите ответ в разговоре. На вашем пути просто встретится тот человек, кому вы доверяете, и кто знает ответы на ваши вопросы. Если вам нравится улавливать идеи прямо из воздуха, вы получите их из воздуха. Просто поймете, что вам известен ответ. Это к вопросу о том, как приходят знания, потому что мы знаем ваши вопросы. Хорошо. Допустим, у меня есть связь с источником знаний, но ему же нельзя позвонить по телефону, так как же я получу ответы? Вы получите ответы именно так, как вы можете их получить. Вам не придется осваивать какие-то непонятные и чуждые вам способы получения этих ответов. Поэтому вам не следует бояться голосов в голове или чего-то подобного. Этого не будет, если вы только сами не захотите. Ничего не произойдет против вашей воли. В этом проявляется мудрость Бога и любовь Бога. Что вы думаете о Боге? Вы боитесь контакта с источником, потому что видите в этом угрозу для себя? Вам кажется, что это какая-то внешняя сила и чужая воля, которая подчинит вас, заставит следовать правилам, совсем вам не подходящим и будет наказывать за их нарушения? Эти ошибочные представления о Боге развеются как дым, когда вы осознаете, что Бог не является внешней силой по отношению к вам. Бог внутри вас. Вы часть Бога. Бог часть вас. Это единство, божественное единство, в котором вы пребываете, и это любовь, выше которой ничего нет. Что вы думаете о Боге? Как вы относитесь к Нему? А можете ли вы представить, что ваше отношение с Богом – это самая нежная, искренняя и теплая дружба? Можете ли вы представить, как берете Бога за руку? Как Бог держит вас в объятиях? Как вы вместе с Богом, как с лучшим другом, который, как никто, понимает и любит вас? Идете по жизни, решаете свои каждодневные задачи, справляетесь с трудностями? Какой была бы тогда ваша жизнь? Попробуйте представить себе это. А теперь попробуйте представить себе, каким вы должны стать, чтобы идти по жизни за руку с Богом. Может, вы думаете, что должны стать совершенным, идеальным, непогрешимым? Нет. Может, вам кажется, что Бог возьмет за руку только немногих избранных? Нет. Может, вы считаете, что любовь Бога необходимо заслужить какими-то невероятными подвигами? Нет. Чтобы идти по жизни за руку с Богом, вам необходимо только одно – поверить, что это реально, избавиться от сомнений. Поверить в то, что вы, как и каждый человек, достойны этого безо всяких условий. Вам не нужно становиться идеальным героем. Бог любит вас таким, какой вы есть. Бог возьмет вас за руку, если вы протянете руку. Больше ничего не надо. С доверием протянуть открытую ладонь. Вы можете сделать это. Все изменится. Вы почувствуете умиротворение, покой и любовь, которая спасает и защищает, просветляет и вдохновляет. Вы почувствуете, как Бог говорит вам «Все в порядке, не бойся, все будет хорошо». Вы почувствуете, как уверенная и любящая рука ведет вас сквозь все препоны к тому, что будет лучшим для вас. А еще вы почувствуете, что вовсе не являетесь слепцом, который идет за поводырем. Бог слышит ваши желания и знает вашу волю. Бог учитывает именно ваши потребности. Он знает все о вас. Он знает, что вы любите, а что нет. Бог старается сделать так, чтобы в вашей жизни было как можно больше того, что вы любите, и как можно меньше того, что вы не любите. А если даже случается иначе, если вам приходится делать то, что вы не любите, значит это тоже в конечном итоге пойдет вам на пользу, и Богу об этом тоже известно. Вы понимаете, о чем мы говорим? О новом способе жизни. Представьте себе, бывает жизнь по расчету, а бывает жизнь по любви. Да-да, и вам прекрасно известно это. Самое интересное, что многие люди думают, что можно все рассчитать, предусмотреть каждый шаг и в итоге получить любовь. Но так не бывает. Любовь нельзя рассчитать. Для любви нужны доверие и открытое сердце. Любовь идет не от рассудка. Любовь – результат сотрудничества разума и сердца. Сотрудничество разума и сердца дает в итоге мудрость. Мудрость – это не то, к чему можно прийти путем холодного расчета и логических умозаключений. Мудрость приходит из высших источников, когда вы открыты им, даже если не знаете заранее, к чему в итоге придете. Жить, руководствуясь высшей мудростью, это все равно, что держать в руке один конец путеводной нити, не видя, куда она ведет и где заканчивается. Впереди туман, нить скрывается где-то за горизонтом, но она испускает золотое сияние, свет любви, и вы доверяете этому свету. Вы чувствуете в нем правду, и потому вы идете за ним, даже не зная, куда он ведет. Вот что такое жизнь по любви. Если вы держите в руках нить, сияющую светом любви, то она приведет вас к любви и только к любви. И везде вас по дороге будет сопровождать любовь, ведь вы держите ее в руках. Человек, живущий по расчету, скажет, «Ну нет, я не знаю, что это такое и куда меня это приведет. Выберу-ка я дорогу понадежнее». Но он выберет то, что только кажется ему надежным. Он выберет дорогу, на которой все известно заранее, так ему представляется, и на которой, как он думает, успех гарантирован. Но он не знает, как устроен мир на самом деле. Он не знает, что без путеводной нити любви попадет только на призрачную, ненастоящую дорогу, и она может просто рассыпаться в прах под его ногами и привести его совсем не туда, куда он хотел прийти. Золотая путеводная нить – это ваша внутренняя мудрость, которая исходит из божественного источника. Эта золотая нить уже в ваших руках. Вам не нужно ее искать, она ваша. И в вашей воле решать, воспользоваться ею на своем пути или выбрать то, что кажется надежнее. Никто не ограничивает вашу волю. Вам дано право свободного выбора. Бог не навязывает вам своей заботы, но он всегда рядом и всегда готов дать вам помощь и заботу, если только вы захотите принять эти дары от него. Бог бережет ваши силы и время. Краин, но неужели Бог хочет, чтобы мы шли вслепую, не видя цели и не зная, что нас ждет впереди? Дорогие, все совсем наоборот. Вы идете вслепую, когда движетесь к цели, не заручившись поддержкой Бога, потому что Бог внутри вас видит дорогу, которую вы как человек не видите. Намечайте цели. И если вы захотите точно знать, куда придете, вы будете это знать. Но только выбирайте ваши цели в сотворчестве с Богом, с тем Богом, который внутри вас и который является частью вас, а не внешней силой по отношению к вам. Тогда вы выберете лучшие для вас цели и пойдете к ним наилучшими путями. Понимаете, дорогие? Бог внутри вас – это тоже вы. Ваш дух – частица Бога. И он пребывает в Божественном доме, в Божественном измерении реальности. Оттуда, образно говоря, виден весь мир в его многомерности. А потому Богу внутри вас очень хорошо известно, что ждет вас за поворотом. У вас в каждый момент вашей жизни имеются огромные возможности выбора, даже если вы этого не замечаете. А потому ваша судьба не предопределена, существует множество ее возможных вариантов. Потенциально перед вами много дорог. И вашему духу, Богу внутри вас, видны результаты каждого из этих потенциальных вариантов. Вы же живете в трехмерном пространстве и линейном времени. Без помощи Бога вы не можете заглянуть за горизонт. Вы можете, следуя закону свободной воли, ставить перед собой любые цели, но Бог внутри вас может увидеть. Вот на этом пути вы потратите слишком много сил и времени, а результат будет мизерный. Вот этот путь ничего не даст вашему развитию и заведет вас в тупик, из которого трудно будет выбраться. А вот на этом пути все сложится наилучшим образом. Вы достигнете цели и с минимальными усилиями получите наилучший результат, а также многому научитесь. Бог бережет ваши силы и время. Он не хочет, чтобы вы все это тратили впустую, получая минимальный результат, или даже вовсе не получая результата ценой огромных усилий. Вы пришли на Землю, чтобы быть здесь эффективными. Бог помогает вам в этом всеми силами, Бог дает подсказки, как этого достичь. Вы как человек можете ошибаться, выбирая цели и пути к ним, Бог внутри вас не ошибается. Как вам вступить в контакт с Богом? Дорогие, вы уже в контакте с Ним. Просто осознайте это и примите это как свою реальность. Вам не нужно слишком стараться, вам не нужно осваивать какие-то особые навыки. Все, что вам нужно, уже есть у вас, достаточно вашего намерения. Если вы не знаете, как вступить в контакт с Богом, просто мысленно поместите себя в спокойное место и из своей внутренней тишины и умиротворения скажите «Дорогой Бог, я хочу всегда пребывать в контакте с тобой, получать твою помощь и подсказки. Покажи мне, как это чувствуется». Ничего не бойтесь. Помните, что Бог – это тоже вы. Доверяйте. Будьте открыты новому пониманию мира, и вы увидите, что вам не придется для этого становиться кем-то другим, выходите с себя. Напротив, это возвращение к себе. Контакт с Богом внутри себя – это и есть контакт с собой настоящим. Это и значит стать собой и начать проживать свою собственную настоящую жизнь, ради которой вы пришли на Землю. У вас впереди прекрасная дорога. Не бойтесь сделать первый шаг, и вы поймете, что делать наилучший выбор каждый миг вашей жизни легко. Да будет так. С любовью, Краин.